вечер добрый друзья с вами священник константин мальцев сегодня ответим на некоторые вопросы кто-то в записи смотрите вопросы отец максим приветствую сегодня у нас прямо одни батюшки поздравляю вас дорогие отцы с воскресным днем с прошедшим днем памяти веры надежды любовь чаще всего на на этой неделе задавали вопросы конечно вот этим рыбатлом снова вот этим веянием который скажем так волной по youtube у права прокатилась значит оксимирона вижу с ним кто соревновался ну и задавали вопрос как я вообще к этому отношусь стоит ли стоит ли вообще смотреть это ну конечно для молодежды это интересно все те рыбатлы с одной стороны если мы бром берем коне конкретный рыбатл который огромное количество людей посмотрела в частности это версус оксимирона и славы кпсс с прозвищем гнойный то нужно сказать что с одной стороны приятно было это смотреть очень много мата но скажем так пришлось это уж очень много молодежи это посмотрела и хотели интересно узнать все таки мнение священника на эту тему нужно дать должное что в этом рыбатле оксимирон не использовал практически нецензурную лексику что ему дает скажем так большой плюс но опять-таки рыбатл это взаимо унижение друг друга знаете как хлеба и зрелищ очередное с другой стороны нужно констатировать факт что очень начитанные в своей области ребята и достаточно использовали многих и писателей и цитаты ну тем не менее сводится конечно к одному как один другого унижая должен победить и показать свою пальму первенства что можно сказать как веяние с одной стороны интересное большой текст люди выучили запомнили это тоже определенный труд но если мое частное мнение с духовной стороны если их талант направить скажем в нужное русло которое будет созидать душу они через всякого рода сквернословие и унижение обоюдно принижать было бы конечно неплохо так конечно ребята талантливые в своей области на этом я наверное комментарий свой завершу относительно этих рыб батлов всегда хотелось зрелищ молодежи поэтому но наверно опять появилась не имеет места быть когда-то были литературные так современным языком вызывает называть рыб батлы натурели а если мы вспоминаем пушкинские времена это поэтому в принципе ничего нового просто позаново интерпретируется заново появляется вот эти новые и веяния в области субкультур давайте наверное начнем отвечать на вопросы кого что интересует нас не так много но если возникают какие-то вопросы давайте добрый вечер батюшка добрый вечер валюша такой вопрос что претерпевает душа на 9 40 день и почему именно эти дни ну святые отцы тут немножко разделяются одни говорят что ну три дня душа находится близ тела с 9 по 40 с 3 по 9 душе покаяться райские пределы с 9 по 40 душе покаяться адские муки в 40 на мотарство другие святые отцы говорят что с 9 по 40 и мотарство проходит душа и в том числе адские муки показываются в любом случае для чего в 9 день потому что мы поддерживаем молитвенно и добродетельно если делаем какие-то добродетели в память усовшего тем самым вымаливаем у господа его милосердие к душе но пристально то есть но пристально именуется как только умер человек но пристальный и 40 день это последний день когда уже мы можем потрудиться о душе чтобы уже душа нашего сродника или близкого человека получил добрый ответ на страшную средище у господа поэтому эти дни сугубо и 9-40 день заказывается панихидка в храме в течение 40 там 40 уст покоение заказывается вот мы трудимся так управляем христианскую любовь надеюсь ответим но еще сразу подчеркну что это не ново это и святые отцы говорят об этом и многие люди испытывающие клиническую смерть ну далее Наталья здравствуйте вечер добрый мы всем грешим нашим грех мы нанесем грехи наших предков так ли это какие грехи передаются детям но тоже у некоторых святых отцов свои частные есть мнения допустим где-то убийство грех не я читал в одной офисе то что переходит до четвертого колена доходит вернее но опять-таки нужно помнить что мы в таинстве крещения омываемся от родительского и прародительского греха поэтому он может и не дойти до четвертого колена если искренне каялись в этих грехах и все крещены скажем так в таинстве крещения мы омываемся от грехов помните мы символа веры это исповеда нашей веры мы читаем исповедую единое крещение восставление грехов чая воскресенье мертвых и женибовущего века то есть ожидаем поэтому мы омываемся от греха прародительского дамы и его родительского поэтому отвечаем ли за грехи наших предков я думаю если мы крещены то не отвечаем но опять риторический вопрос отвечаем ли потому что допустим некоторые там каются за убийство царя они вообще никаким образом не сопричастны этому действию может быть где-то были предки сопричастны а сами нет а вот тем не менее не каются тут такой вот абсурд вместо того чтобы помолиться сродников своих которые возможно могли в этом участвовать они молятся о себе что они в этом грешны ну бывает разное к сожалению Алексей приветствую дорогой рад видеть тебя но если следующий вопрос буду рад ответить я сейчас пока включу тут тоже мне задавали если бог есть любовь то что такое гнев божий можно сказать гнев божий есть праведный суд его сейчас я быстренько откроем мне тоже хорошие вопросы задавали откроем гнев божий вы знаете это вот как можно такой символист привести сейчас секундочку тут начали когда родитель говорит своему ребенку что-то делать или не делать а он не слушается то он сначала сделает замечание когда он его не слушает то он начинает уже говорить я тебе в угол поставлю или же ремня дам но если тогда не понимает тогда уже отправляет гнев свой ну а у господа в принципе такой духовно-педагический не знаю даже как правильно сказать действие благодаря которому мы останавливаемся вразумяемся осознаем свой проступок и после покаяния можно сказать начинаем с белого листа чтобы более не погубить свою душу конечно может быть примеры можно привести примеры из истории допустим когда от господа отступали допустим в ветхом завете то всякие набеги на евреев происходили всякие беды у них происходили но вот в какой-то мере господь попускал для вразумления вообще как тут тоже риторический вопрос гнев не гнев это более человеческий такой момент а господь чаще всего по-люви нам что-то попускает для нашего разумления а гневается или не гневается я думаю это уже такой риторический вопрос приветствование если есть вопросы буду рад ответить можно ли быть можно ли быть смыслом жизни избегать лицемерия может ли быть смыслом жизни а избегать лицемерия давайте обозначимся хотя бы я думаю все так понимают что такое лицемерие вообще у человека как бы я у кого-то из современных богословов читал что у человека есть четыре личности я уже в одной из трансляций об этом говорил одна личность для общества он себя ведет определенным образом другая личность для друзей где-то открытый или правдивый третья личность это для папы мамы вот он такой хороший он что-то скажет может им сказать чего не скажет другим и последний личность для бога то что он может сказать на исповеди каясь прося обращение у бога естественно более никому и не скажет вот лицемерие ли это с одной стороны лицемерие потому что нужно одинаковым быть всеми и всяк но опять-таки с другой стороны лицемерие тут ложивости больше касается нежели какое-то жизненное обстоятельство поэтому я думаю избегать лицемерии безусловно нужно потому что мы должны более чистой душою предстать перед богом а вот в идеале как господь сказал не суди не судим будешь вот к этому конечно стремиться надо чтобы избежать суда нужно научиться не судить даем читаем сыном восемь лет евангелия прочли несколько раз можно ли заменить сейчас секунду ушло можно ли заменить чтение детской библии или нет я думаю евангелие это замечательно его периодически нужно читать я думаю может где-то более расширенный детскую библию которая уже и ветхий завет касается и потом опять повторить евангелие есть замечательные у нас православные писатели детской литературы я бы сказал что восемь лет это уже возраст когда можно и какие-то более уже другого уровня литературы читать какие-то наставления святоотеческие житие читать я думаю в принципе тоже было бы созидательно поэтому евангелие нужно всегда не бросать это слово божие которое в первую очередь отвечает на все наши жизни и вопросы но как дополнительно конечно можно что-то бы и уже и добавить посмотрим тут что-нибудь еще написано написали для чего ставят свечи зажигают лампады вообще свеча символизирует бескородную жертву помните что в ветхом завете приносили кровную жертву богу приносили в жертвы там ягненка голубей горлист диких голубей сегодня у нас бескровная жертва то есть свеча лампада лампадное масло это бескровная жертва но тем не менее вот это горение свечи это символизирует как горение нашей веры так и символизирует жизненный путь свечи который скоротечно сгорает и напоминает нам о жизни вечной но а вообще конечно сначала это более практическое применение потому что электричества не было люди сами делали эти свечи скатывали из воска сами приносили их никто их не продавал потом уже это более духовный смысл получило и поскольку в храме их не производят чаще всего где-то приобретают пришлось их какую-то уже копейку за них жертвовать уже сегодня более жертва заключается не в самой свече а в той копеечке которую вы за эту жертву за эту свечу пожертвовали вот более уже значимый элемент нашей бескровной жертвы вот вот ну сегодня более духовный смысл пошло электричество есть я смотрел видео как у католиков электрические свечки кинул монетку определенно там пять-десять минут свет этой символической свечки погорел и выключился но я думаю это уже конечно перебор все-таки свеча она живое какое-то дает ощущение вот мне интересно тут сейчас валья тут прочитаю мне вопрос задавали здрасте Васька подскажите у нас не очень хорошая ситуация не знаем как поступить я вышла замуж за мусульманина так получилось мы очень любили друг друга жили в браке 22 года так вот у нас две дочери старшая крещеная крестили именем Диана при крещении батюшка сказал что будет крестить только именем названным теперь мы не помолимся не святую икону не можем приобрести а однажды нас даже пристыдили что мы лжом говорим на батюшку что он крестил ее таким именем сегодня мама была в храме и говорила с батюшкой как он сказал чтобы так он сказал чтобы принесли свидетельство о крещении и он переименует в дану так нет такого имени как нам что нам делать как поступить у ребенка ничего в жизни путного не выходит говорят что из-за этого что нет имени крещеного спасибо что вы слушали очень интересный вопрос достаточно но скажем изначально что не знаю почему батюшка так вот может быть не знал что нет такого имени всякое бывает что Дианы нет святой вот но и ошибся как бы он тоже человек его можно понять ну вот относительно что из-за того что нету такой святой и вот все в жизни неплохо я думаю к этому не стоит ввязываться потому что в любом случае можно молиться многим святым а при крещении самое главное дается ангел хранитель Богом другое дело как мы живем как крестные родители потрудились в этом плане какой нравственной жизнью человек живет уже возрастая с умом более также возрастая простите за автологию но тут совокупе всего этого на смотрите а молиться мы же молимся в храме власть и воинство но не вся власть и воинство молится я часто об этом в трансляции говорю но тем не менее мы пытаемся к чему-то привязаться не самое главное имеет смысл ну получит другое наречется имя этому ребенку или это уже взрослый человек но это не самое главное дело в том что мы если это ребеночек то в первую очередь мы должны каяться родители своих грехах чтобы дети меньше отвечали за наши грехи имея духовную связь если это взрослый человек то он сам уже должен более нравственной жизнью жить тогда будет меньше проблем ну такой вопрос задали что вам известно в факте под названием стояние зои ваше мнение вы знаете для моего вот для моего удивления я вот не знал вообще об этом таком чуде которые недавно показывали по телевизору по первому каналу вот там ледиктер лжи там что-то такое проверяют фильм говорят есть такой вот посмотрел я не знал что на самом деле так вот девочка не дождавшись своего жениха в коммунистическое время взяла икону святителя Николаевича творца и стала танцевать и вот замерла на много-много дней и накануне Пасхи я жила и свидетельства о другом мире Божьем мире мое мнение это не единичный случай думаю потому что если почитать историю православия то вообще еще более шокирующую есть какие-то факты хотя бы взять допустим в четвертом веке Спиридон Тремефудский Пачела температура тела его так грубо говоря трупа а в духовном плане мощей до сегодняшнего дня имеет температуру 36,6 для всего научного мира это казус и необъяснимый момент поэтому как на это реагировать до сегодняшнего дня тысячелетия прошли можно сказать поэтому как я отношусь для православного человека это констатация факта как проявление такого чуда Божьего для нашего укрепления утверждения нашей веры ну следующий вопрос читала о молитве по соглашению в чем ее сила расскажите об этой молитве где и как ее заказать в каких случаях ну свободно вы можете в интернете по сути найти молитву по соглашению читается смысл в чем в одно время вы сговариваетесь допустим договариваетесь с кем-то там с сестрой там с сестрой во Христе там какой-нибудь прихожанка ну там не суть важна это мужчина или женщина и вы читаете молитву и добавляете прошение вот там о покупке жилья там чтобы деточек господь дал то есть в том и смысл что вне церковное время мы вне храмовая скажем так географию мы молимся как господь сказал где двое или трое во имя это мы посреди них вот мы в том и заключается как бы сила что мы церковью объединяемся и продолжаем наше молитвенное стояние в случаях разных на потребу ну конечно крайностей там не помоги господи купить бенкли а в учить о жизненных потребностях необходимостях без всяких проявления греха вот в таких случаях и читается ну а молитву мы спокойно можете найти в интернете желательно православных сайтах вот давайте еще если есть желание и пару вопросов я отвечу и будем завершать эфир правы правы ли что грех совершенный по глупости и без исповеди прощается незнание закона не освобождает от ответственности как вы знаете поэтому грех прощается только когда ты его осынал и в нем покаялся еще лучше если ты его исправил допустим если ты что-то без спроса взял то ты вернул обратно если ты кого-то обидел словом значит извинился то есть грех достойный покаяния а так вот что-то глупость не по глупости это такого нету что он прощается нужно потрудиться как потрудился совершить грех так потрудись и в нем исправиться давайте еще один вопросик я искренне буду вас благодарить за уделенное мне внимание как избавиться от плохих мыслей в голове если они приходят спонтанно есть такая молитва очень изумительная Иисусова называется молитва когда мы стараемся постоянно находиться в общении с Богом Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного когда у нас она в голове то мы и более спокойны уравновешены меньше на какие-то провокации отвечаем и практически в нашу голову всякая ересь всякая духовная гниль и в принципе не может прийти потому что наш разум без фанатизма но занят скажем так молитвой общения с Богом тогда плохие мысли практически в голову и не придет поэтому постарайтесь хотя бы кратенько молиться а если все-таки пришла мысль как змею горынчу отсекать голову и опять приходить к молитве без Бога не до порога поэтому я думаю по-другому тут наверное не получится почему священники не любят язычников при этом ведут диалог с мусульманами и иудеями хороший вопрос я честно говоря никогда не озадачивался любят или не любят честно говоря я хоть язычником хоть мусульман ходе идеям одинаково отношусь язычники Бога Богом себе ставили истуканов скажем так вот именно в дерево они складывали именно как божественный смысл мусульмане они это сын из язычества христианства и язычества христианства иудаизма то есть почему они христа признают но не как Бога а пророка они как-то хоть немножко ближе иудеи опять таки не те идеи которые скажем так распяли христа а все таки те иудеи которые имели ветхий завет конечно они тоже ближе потому что среди иудеев и евреев были такие выдающиеся святые как Моисей Буговедец многие многие другие пророки особенно рекомендую почитать притчи Соломона и иже с ними праведное иво страдание многострадальное иво то есть опять таки это же среди евреев было ветхого завета поэтому может где-то они чуть-чуть и ближе а среди язычества ничего даже косвенного никак со Христом или же с христианством вообще ничего нет а любим не любим любить надо и врагов как Господь сказал молиться за них потому что когда мы о врагах молимся это указано наше доброе сердце а не на нашу духовную гниль вот прощать их Господь им суди а не мы есть законодательство знаешь по закону должно отвечать если они что-то преступление сделали а если это чисто духовная плоскость значит Бог им судя пусть живут и уже сами мучаются от своих грехов если в них не краются но не мы должны их обличать и как-то гнобить по вере ваша дастся вам если болезни не даются для искупления грехов то может может и не лечиться нет лечиться конечно нужно или же тело это храм души ну безусловно душа внутри нас Бог внутри нас как частичка Божия душа есть относительно медицинского лечения безусловно нужно прибегать если бы господу не угодно было он бы талант этот врачам не дал так же как допустим нам нужны какие-то спецслужбы там полиция они с другой отвечают за сохранение порядка лишь бы сами беспорядок не делали но каждый ответить по своей совести пред Богом как он на своем месте сохранил честь и достоинство вот а к врачам нужно обращаться хотя бы как подтверждение можно привести пример апостола Луку который бы художник и медик взять таких святых как Лука Усинецкий Кримский святитель Господь ему дал талант он основатель гнойной хирургии и мы же молимся ему как и святому в том числе поэтому нужно и медицински прибегать к лечению и душевно посредством покаяния причастия молитвы потому что некоторые болезни не исцеляются допустим от медицинского лечения поэтому надо трудиться во всех направлениях а успех уже положить на Господа ну я думаю наверное на сегодня хватит я благодарю всех вас за внимание ваше милости божьей на предстоящую седмицу храни вас Господь с вами был священник константин мальцев буду благодарен вам искренне если вы подпишитесь на канал православный канал боголюб священник константин мальцев там и так же вы увидите только трансляцию храни Господь ангела хранителя вам подпишитесь на канал подпишитесь на канал